Сегодняшняя наша встреча вызвана огромными обращениями, которые участились в последнее время в партии «Единая Россия» к депутатскому корпусу. От жителей многоквартирных домов, от жителей частного сектора, в которых открываются точки круглосуточной продажи спиртного. Причем не только, как это было ранее, легкого алкоголя в виде пива, но и крепкого алкоголя. Речь о так называемых наливайках. На федеральном уровне партия призывает ускорить принятие изменений в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции, которые помогут навести нам порядок в данной проблеме. Вы знаете, у меня, наверное, редко, когда проходят приемы, и кто-то не приходит и не говорит, что во дворе бардак, музыка всю ночь гремит, сделать ничего не можем, пьяные выходят, рядом дети во дворе. А почему так произошло? Потому что до 2017 года у регионов были полномочия, и они могли вводить ограничения на продажу розничной алкогольной продукции, в том числе и тех торговых точек, которые расположены в жилых домах. Но, к сожалению, в июле 2017 года правительство Российской Федерации внесло поправку в федеральное законодательство, и такие полномочия у регионов исчезли. То есть они могут сегодня, регионы, вводить ограничения на торговлю алкогольной продукцией в магазинах, и такие ограничения в Саратовской области есть. А вот если это точка общественного питания, где реализуется такой алкоголь на разлив, таких ограничений полномочия сегодня в Саратовской области не позволяет ввести. Конечно, к нам в Государственную Думу, там не прошло, наверное, 2-3 месяца, пошли потоком обращения регионов, потому что, естественно, в регионах прокуратура, видя, что таких полномочий регионов нет, начали выходить в законодательные собрания с представлениями об отмене ранее действовавших законов. Такие законы почти во всех регионах были. Разные были ограничения, но все регионы так или иначе регулировали. Регионы были вынуждены пойти на отмену таких законов. Как вы понимаете, решения эти давались тяжело, потому что люди такие решения не поддерживают. Как объяснить, что нет полномочий, теперь ты вынужден делать все, что хочешь в жилом доме? На текущий момент у нас в Государственной Думе есть законопроект, который разработан и внесен в Единой России, который такие полномочия регионам предлагает вернуть, если говорить о тексте этого законопроекта, во-первых, что очень важно. Во-вторых, предлагает то, чего не было в законодательстве раньше, дать возможность жителям многоквартирных домов свою позицию в отношении таких торговых точек формировать. Потому что если мы даже по Саратову пройдемся, мы увидим, что у нас в жилых домах есть, как то, что мы действительно называем наливайки-разливайки, один столик или два столика, алкоголь, неизвестно еще пока, фальсификат или чем они торгуют. Соответственно, выходит эта дверь в двор жилого дома. Но одновременно у нас в центре города, на пешеходных улицах, и не только на этажах многоквартирных домов, на первых расположены нормальные кафе, рестораны, булочные и так далее, и так далее, и много чего еще. Поэтому, конечно, здесь очень важно найти такой вариант, который не лишит граждан возможности нормальные услуги общественного питания получать, с одной стороны, но с другой стороны не даст возможности таким наливайкам расти. Именно поэтому в законопроекте предусмотрено право общего собрания собственников жилья, свою позицию в отношении такой торговой точки, которая в доме расположена, высказывать. Есть в этом законопроекте предложение им сразу на федеральном уровне ввести требования к минимальной площади торгового зала. Пока первая, в той редакции, в которую законопроект внесен, это очень, на мой взгляд, низкая планка, 20 квадратных метров. Я считаю, что мы должны обсудить ее, какой она должна быть. И именно поэтому мы просили, чтобы в период, пока Государственная Дума не заседает, готовится к осенней сессии, чтобы мы ответили, и я надеюсь, сегодня мы это постараемся сделать, на несколько вопросов. Вопрос номер один. Предположим, завтра такой законопроект принят, и у Саратовской области появились полномочия ввести ограничения на деятельность таких торговых точек. Какого рода ограничения мы считаем целесообразным ввести? Второй вопрос, это вопрос все-таки о минимальной площади торгового зала, или зала, в котором реализуется, разливается алкогольная продукция. И, собственно, третий вопрос. Возможно, какие-то ограничения, помимо требований минимальной площади этого торгового зала, может быть, стоит ввести сразу на федеральном уровне? На углу Московска и Астраханска расположено кафе «Буфет ФМ». Оно имеет лицензию круглосуточной продажи алкоголя. Оно работает в круглосуточном режиме в соответствии с решением учредителей этой ООО. Создает огромный дискомфорт. Я живу непосредственно над этим кафе. Я многодетная мама, у меня трое детей. Я как мама, я обязана защищать своих детей, тем более я одна воспитываю троих детей, троих дочек. И я обращалась лично к владельцу и самого здания, помещения, и владельцу этого «Буфет ФМ» и генеральному директору о том, чтобы они сменили график работы. То есть добровольно они менять не хотят в соответствии с законом о тишине Саратовской области. То есть с 9 до 9 вечера нормативных документов я как юрист пересмотрела все. Я не нашла на что опираться. Мы провели общее собрание жильцов в марте 2019 года. 95% участвующих в голосовании проголосовали за закрытие этого кафе, потому что в тот момент у нас еще жил ветеран Великой Отечественной войны и Кубаса. И он тоже фактически не спал, потому что мои дети. Мы вот и говорили, и жаловались. Но, к сожалению, ничего не изменилось. Да, они прикрылись тем, что они провели звукоизоляцию, они пригласили Роспотребнадзор. И, конечно же, они апеллируют тем, что у них там усилилась охрана. Но фактически мы как-то не спали, мы так и не спим. Мы обращались и в прокуратуру нам отказали, мы обращались и в полицию, мы обращались и в городскую, и в кировскую администрацию. И они нам просто вот, видите, вот это просто я называю отписки. Уважаемые коллеги, у нас также присутствуют здесь жители, кто представляет улицы Университетская и улицы Спасадская. Там рядом, если брать два квартала, которые находятся рядом, располагается примерно, не примерно, а 5 так называемых наливаек. Часть из них, которые торгуют углосоченную реакцию алкоголя, часть из них те, которые пользуются уловками и торгуют пивом. Торгуют как? И крепкий, и некрепкий алкоголь, в том числе и на вынос путем той самой уловки. Когда отдельно крышка от тары, в том числе и стеклянной, дарится в подарок, ему продается за 5 рублей. Мы специально перед круглым столом решили, побывали на место, каково это безопасно или небезопасно находиться. С участковым, который был в гражданской форме, с представителем управления потребительского рынка города Саратово администрации. Постояли примерно час, сделали контрольную закупку, не гласную, само собой. Нам очень четко продали пиво в стекле, но крышку открыли, ни под каким продлогом они не согласились. То есть, видно жесткие такие инструкции. Постояли примерно час, увидели полторы примерно разборки между различными местными группировками, а там находится несколько общежитий, у них, наверное, свои какие-то интересы есть, поприсутствовали. Захотели зайти внутрь, но я вам хочу сказать, что это было небезопасно заходить внутрь. С нами присутствовал старший по дому, потому что можно было стать участником этих разборов, потому что если зайти внутрь, нужно было выбрать или одну, или вторую сторону. В связи с этим нами был вызван наряд, и мы только с автоматчиками зашли и посмотрели, каково это. Да, это примерно менее 10 квадратных метров. Это один столик стоят для того, чтобы попадать под правила общепита. Это из закуски, которые в так называемом ресторане-кафе. Это конфетки, которые продаются от рубля до трех, в зависимости от того, шоколадная или шоколадная. И вот про такое соседство, если можно, в течение минуты, чтобы мы понимали вашу атмосферу, кто-нибудь из представителей университетской 85, скажите, у кого у вас новое соседство с этим неживым помещением? Ну, в декабре, 7 декабря открылся это предприятие. У нас в стране, и у нас случились всевозможные отклонения в нашей жизни. Тишина и покой нарушены. Потому что с утра до ночи они пьют, гуляют, дерутся, матершина, отборный мат, причем, которого мы никогда даже не слышали. Антисанитарии полнейшие. Продавцы их выгоняют в туалет, идите во двор. У них туалетов нет. Они загадили нам весь двор. Это рвотная масса, это безобразие, которое мы сейчас видим. С 75-го дома наш дом стоит, с 70-го, прошу прощения. И такого мы никогда не видели. Это систематическая пьянка. Сначала с 12-ти до часа. Сейчас у них модно взялось с 2-х часов до 6-ти утра. Это мы систематически не спим. Бывает так, что у нас с пятницы на субботу, было субботу назад, с 2-х с половиной 12-го ночи до полседьмого утра гуляли. Подъезжают машины. Скапливается большое количество людей. Машины открываются, музыка. Они все пляшут, они танцуют, орут, тут же они бьют лица друг к другу. Вызываем полицию. Но так жить нельзя на полиции постоянно. У нас в округе 4 общежития, спиваются все. В нашем доме 4 точки, торгующие спиртными напитками. Если полномочия на ботово защищены, это лишним не будет. Это как раз тот случай, когда президент когда-то правильно и метко сказал, что нельзя руководить строительством бани и федерального центра. Везде достаточно дифференцированная ситуация в этом вопросе. Есть Кавказ с вековыми традициями, употребление алкоголя. Но почему-то там нет того, что видим мы, где у нас нет таких вековых традиций. Это первое. По возврату полномочий. Что касается подпринимальной площади и подполнительным ограничением. Но, Лея, не хочу вас расстраивать. Тот СНИП, который вы назвали, не является обязательным к использованию. СП-13-330 никаких ограничений не содержит. Я объясню, почему. Значит, нет такого понятия, как шинки, пивные и прочее. Есть объекты нежилого назначения. Мы можем запроектировать подростовый куб, как положено. Орган местного управления найдет деньги. Купит бизнесмен, там относительно богатый. И делает там все, что хочет. Поэтому, понимая это, хотелось бы все-таки, Ольга Юрьевна, увидеть то, что было и в том числе до этого СНИПа. У нас не было никогда в советское время размещения каких-либо объектов во встроенных обмещениях. Была единая норма только встроенно-пристроенно. Второе, что если мы на это пойдем в рамках федерального закона или передачи полномочий нам, то, конечно, надо бы дать возможность нормировать расстояние от входа в шинок, ну, извините, я по-народному буду называть, до окон в жилых помещениях. Хотя бы на уровень не менее пяти метров. Тогда спокойнее будет соседям, которые прилегают к этому пятийному заведению. Ну, самое главное, из-за того, что больше всего жалуются люди, надо категорически запретить федеральным законам, чтобы эта норма была единая, наверное, а может быть, и дать это право нам, мы это обязательно сделаем. Но нельзя допускать выход пьяных во дворовые территории. У нас достаточно четко есть понятие муниципальной земли, понятие красных линий, общественных пространств, есть общеделевая собственность. Значит, поэтому, если мы и даем право разместить вот это дело, ну, наверное, выходить с него надо только на землю общего пользования, но ни в коем случае не на территорию, которая находится в общеделевой собственности, говоря по-русски в одно. Ну, и, конечно, поскольку у нас много здесь людей в погонах апатичных и мужчин, что хотелось бы сказать. Вот вспоминая советскую власть и опыт борьбы с алкоголизмом, пока не будет более эффективных административных арестов в отношении дебоширов, ничего не будет. Я не призываю восстановить отрезвителей, но вот безнаказанность и бытовое хамство идет только от того, что закрыть даже на 5 суток проблема из проблем. Вот пока до 92-го года, кто постарше помнит, грозили 15 сутками, приходило, что войти сейчас на 15 суток закроют, все. А кто попадал, потом было тоже все, в большинстве своем. Вот по статистике, в 80-х до ЛТП доходило меньше 10% тех, кто был в свое время, ну, наказан за пьянство, бытовое хулиганство и дебошировство. Да, были хроники, дорога ЛТП, ну и было 10%. Остальные все разумлялись. Но сейчас, вот особенно в новых территориях Кировского района, это 6-й, 7-й микрорайон, где Шинков в каждом квартирном доме уже три участковых реагируют, приезжают. Ну, все говорят, а куда мы их денемем? Ну, составим мы протокол. Ну, хотим и не хотим. Значит, да, затраты держать на трезвители, но и позволять того, чтобы он там послал на трибуку полдвора в пьяном угаре, ему пальчиком пригрозили, сказать, знаешь, нельзя ты, нехорошо ты это делаешь. Его надо изолировать. Причем изолировать так, чтобы он прошел какой-то путь воспитаний, пять суток, десять суток, пятнадцать суток. Но, чтобы он понял, что нельзя просто вот так вот хамить в быту, значит, дебоширить и оставаться безнаказанным вот с этим протоколом со штрафом на три тысячи. Некоторая предыстория с введением в 2011 году запрета на ручную продажу алкогольной продукции в ночное время. Вот особую актуальность приобрели вот эти вот переформатирования объектов торговли в объекты общественного питания, поскольку на них не распространяются ограничения по времени, там, условиям и так далее, и так далее. Кроме того, данная ситуация усугубилась еще и тем, что для предприятия общественного питания упростились стартовые требования для получения лицензии. То есть, если раньше они нам представляли заключение Роспотребнадзора, о соответствии объекта общественного питания, минимальным требованиям ГОСТа услуги общественного питания, то вот, к сожалению, наверное, вот в то же время, в 2017 году это было отменено. А что они теперь представляют? Они теперь представляют уведомления просто Роспотребнадзора о том, что они начинают этот вид деятельности. Они их просто уведомляют, что они открываются, и здесь проверяйте. Опроверяйте, они могут согласовываться с прокуратурой через два года. То есть, закон делаю, что хочу. И вот как предложение, наверное, надо необходимость в 171-й закон внести все-таки вот это требование. Конечно, это, наверное, для бизнеса несколько будет дополнительным ограничением, но все мы видим ситуацию, которая сложилась в этой сфере деятельности. Рочные продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания сейчас разрешена только в ресторанах, кафе, барах и буфетах. Чем, опять же, пользуются вот эти вот так называемые разливайки. Они как бы представляются как буфеты, идут по минимальным требованиям ГОСТа, исходя из того, что на них сейчас и не распространяется деятельность. И я считаю, что это самый первый рассадник контрафактного алкоголя. Конечно, это хорошо. Потому что проследить за тем, ну да, они реально через систему ЕГАИС, они покупают определенное количество, да, а потом вскрываете бутылки, начинают туда добавлять, добавляют до бесконечности, это можно делать. Вот, проследить это, конечно, проконтролировать сейчас, в настоящее время, сложно, но... Пока не трогал, не будет. Мы уже обсуждали эту тему с министром, с нашим. И вот как предложение о федеральном законе оставить возможность рочной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания только ресторанам и кафе. А бары? Ну, бары это тоже условно, как бы... Поскольку и барами тоже называются некие разливайки. Шинки. Тоже шинки, да. Потом установить площадь торгового зала, как вы уже говорили, не менее 50 квадратных метров, а то я думаю, что, да, и побольше. Потому что, ну, понимаете, торговля, там прилавок и площадь. Здесь все-таки посадочные места. Здесь должны быть, скажем так, ну, туалеты для посетителей, не говоря о том, что отдельный туалет должен быть для персонала. Вот. И все-таки, наверное, вернуть в обязательное представление документов это вот заключение Роспотребнадзора, чтобы, как бы, перед выдачей лицензии они уже их могли обследовать. Ольга Юрьевна, я бы хотел вот внести несколько предложений для того, чтобы мы понимали, как будет проходить вот этот законопроект, который вы будете обсуждаться на ближайшей сессии. Во-первых, учитывать, или, скажем так, дать, учитывать региональную составляющую каждого города, каждого региона, да. Одно дело город Саратов, другое дело город Адлер. То есть там это все равно, это вся, весь город туристическая зона, Саратов, понятно, что это центральная часть, набережная, еще что-либо. Второй момент, конечно же, ну это уже такая пресловутая история, да, когда устаревшие СНИПы очень сильно вредят, как обычному человеку, так и самому предпринимателю, да. Третье, у нас есть хороший пример, вот ближайшее заседание рабочей группы, это будет обсуждение закона тишины, который вот Евгений Петрович тоже является одним из инициаторов. И помимо того, что он прежде чем пришел отсюда на рабочую группу комитета по строительству и местному управлению, он проходил определенные этапы, это обсуждение как в общественной палате, так и с бизнес-сообществом. Причем бизнес-сообщество не восприняло этот закон в штыки, как качество ограничения, а наоборот дали конструктивные предложения. На мой взгляд, если депутаты Госдумы пойдут по такому же пути, обсуждение законопроекта, который напрямую касается предпринимательской деятельности, обсуждали с бизнес-сообществом, а их четверка такая общепризнанная, это ТПП, опора России, деловая Россия и РСПП, то я думаю, что эти общества, наоборот, еще придадут больше понятия, скажем, понятийный аппарат, более будет правильный для того, чтобы понимал предприниматель, когда будет исполнять или работать в условиях этого закона. Еще раз мы заинтересованы в том, чтобы добросовестный, ответственный, легальный бизнес, который не торгует контрафактной продукцией, который соблюдает требования региональных законов о тишине, который имеет разрешительные документы, качественно предоставлял услуги гражданам. Поэтому, конечно, у нас нет умысла ограничить добросовестную конкуренцию, но, к сожалению, мы сталкиваемся с откровенным злоупотреблением права. Злоупотреблением права. И именно это заставляет нас сегодня думать о введении дополнительных ограничений на федеральном и региональном уровне. Потому что конкуренция хороша ровно до той поры, и развитие конкуренции, и ее стимулируем до той поры, пока она не начинает бить по простым людям. Касаемо наших проверочных мероприятий, мы их проводим с Роспотребнадзором, с органами полиции, в таких заведениях, как рестораны и кафе, нарушений не выявляются. Как сказал Леонид Александрович, действительно проблема стоит в барах и буфетах, так называемых простонародьяшенки. Они действительно оборудуют свои помещения исключительно несколькими стульями, и под видом услуг общественного питания реализовывают алкоголь на вынос. Мы эти факты совместно с сотрудниками полиции Роспотребнадзора выявляем. Лица привлекаются к установленной законам административной ответственности, но опять они используют так называемые лазейки. Они не закрывают крышечки, говорят, что здесь есть два столика. Они продали посетителям, чтобы они употребляли алкогольную продукцию здесь, однако они выносят. Мы их как потребители не можем, к сожалению, контролировать. Это все произошло ввиду того, в том числе, что сейчас исключительно уведомительный порядок Роспотребнадзора. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, открывая данный вид деятельности, исключительно направляют уведомления в Роспотребнадзор, что мы вас уведомляем, что будем осуществлять вид деятельности, и все наши помещения соответствуют предъявляемым требованиям. Вот в этом году, наверное, совместно с Министерством экономического развития разработана, скорректирована модель выдачи лицензии, сейчас в обязательном порядке проверяются соответствия их на требованиям ГОСТ. Проверяются. Да, сейчас уже по 13 объектам отказаны выдачи лицензии по тому основанию, что они не соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым ГОСТ стандартом. Это необходимо несколько выходов, это необходимы различные туалеты, раздельные посетители от персонала, аванзал и прочие-прочие минимальные требования. То есть править закон не надо, в осуществлении? Нет, это все регулируется, как мы считаем, ГОСТ стандартом. Но дополнительные ограничения для общественных питаний, для организации общественного питания необходимо действительно на уровне региона подать, чтобы мы могли применительно к Саратовской области вот эту дополнительную проработку. Вот эти взять бары и буфеты. Я тоже предлагаю, как бы... Часть из них, которые торгуют кулосочным рептом алкоголем, часть из них те, которые пользуются уловками и торгуют пивом. Торгуют как? И крепкий, и некрепкий алкоголь, в том числе и на вынос путем той самой уловки. Когда отдельно крышка от тары, в том числе и стеклянной, дарится в подарок, ему продается за 5 рублей. Мы специально... Есть рестораны и кафе, да, это заведения, которые, ну, порядочные люди ходят. А то, что Алексей Васильевич говорит, ну, бизнесмен и предприниматель, я тут не соглашусь, это гробят народ. Каждый вечер, вот, я говорю, я всей Усть-Курдюмской, мы встали после того, как вы уже выехали туда, я иногда туда в неделю раза три проезжаю и смотрю, потому что живу в Органском районе. Народ спивается, мы уничтожаем свою нацию. Вот в чем дело. Поэтому они не бизнесмены и не предприниматели, это люди, которые наживаются за счет здоровья наций. Вот в чем дело. И поэтому, конечно, если мы возьмем, увеличим площадь, но здесь какие-то должны быть рычаги. Мы, готовясь к рассмотрению законопроекта на площадке Государственной Думы, попросили от заинтересованных регионов в поддержку дать проекты будущих региональных законов для того, чтобы принятие федерального закона, но оно получило продолжение, чтобы уже обсуждая на площадке Думы, мы могли говорить, что в случае принятия и наделения регионов полномочиями, словно Нижний Новгород планирует вводить такие-то ограничения, Саратов, такие-то ограничения, Самара, такие-то ограничения. И в совокупности мы видим, что набор этих ограничений позволяет решить проблему, из-за которой, собственно, сам законопроект появился. Что вот эти усилия, что они закончатся нормальным, реальным, конкретным результатом, и люди перестанут страдать от этих шинков, наливают и прочего. Поэтому, если готовы, пусть не к 15 сентября, пусть там к 1 октября. Проект, понятно, что это будет проект, он будет требовать дальнейшего обсуждения. Но если вот фракция Единая Россия у нас в областной думе сядет, подумает, обсудит, и хотя бы вот предварительный такой первый граф законопроекта даст, мы будем признать, спасибо, спасибо.